Всем привет, ребят! Этот ролик посвящен девайсам от RedSquire. Многие в прошлых роликах писали, мол, типа, сделай обзор на наушники, что у тебя за наушники, что это за подставка. Писали про клавиатуру, мышку, коврик, типа, вот у тебя обнова, что-то про это ничего не рассказываешь. Я сейчас всё объясню. В общем, ситуация такая, ребят, я врать не буду. Эти девайсы мне прислали на обзор, но обзор я не стал снимать, пока не напользовался этими девайсами, чтобы понять, что я буду говорить про них, потому что, да, я могу сделать рекламный ролик в стиле «Ребят, точно покупайте это», «Ребят, это всё хорошо» и тому подобное. Но, как и делают, кстати, многие блогеры, то, что они даже не пользовались, они вообще нихрена не знают про то, что они рассказывают. Но нет, в моём случае это будет реально честный обзор, потому что при диалоге с RedSquire у нас не было нигде сказано про то, что я должен восхвалять их продукцию. Это мне прислали конкретно чисто на свой суд. Так что, ребят, в этом ролике я расскажу и о минусах, и о плюсах. Не будет вот этого вот унижения, как многие блогеры делают, то, что «Ах, хорошо, спасибо, что мне прислали» и тому подобное. Нет, всё честно, всё строго, и я объясню всё по мелочам. Абсолютно каждый девайс мы разберём. Итак, по порядку, что же мне прислали? Мне прислали первое наушники. Вот такие игровые наушники. В комплекте идёт вот эта штучка. Я про это сейчас всё расскажу. Это реально крутой микрофон, мне он очень понравился. Я всё расскажу, всё покажу. Короче, наушники. Потом держатель под наушник со своей аудиосистемой. Это дико круто, реально. Дальше мышка RedSquare. Всё, я ближе покажу. Сейчас мы переместимся на кровати, на стенд. Я всё покажу детально и максимально близко, чтобы вы всё увидели. Так вот, короче, мышка. Коврик. И клавиатура. Клавиатура полностью механика. И вот этот весь сет стоит 15 тысяч рублей. Окей, я заранее проспойлерю. Я могу рекомендовать. Реально могу рекомендовать вот этот весь сет. Запросто. Но тут есть свои недочёты. Я об этом всё расскажу. Кстати, к слову о цене. Многие скажут, что 15 тысяч, ты совсем что ли дубы дал 15 тысяч за это? Ребят, я считаю, что для геймера эти 15 тысяч это, ну, копейки. Потому что вы получаете реально годные девайсы. Это конкретно про сами девайсы. Начну я с обычных коробок, потому что именно их в первую очередь видит покупатель. Итак, игровая мышка от RedSquare. 1-3-3-7. Я думаю, сейчас все школьники, да и не только школьники, поняли намёк от RedSquare. Следующая на очереди это клавиатура OldSchool. Господи, как мне нравятся все эти названия. Ведь реально не скрипя души, можно сказать, что данная клавиатура OldSchool'ная. Потому что на данной клавиатуре нет ничего лишнего, только то, что действительно нужно. Дальше у нас идёт коробка из-под коврика для мыши. Тут ничего дико удивительного нету, так что поехали дальше. А вот в этом массивном контейнере у нас находится именно держатель под наушники. Со своей аудиосистемой 7.1. Ну и напоследок, это у нас коробка из-под игровых наушников от RedSquare. Ну а теперь перейдём к полноценному обзору всех девайсов из данного сета. Первое это коврик для игровой мыши. Я могу сказать от себя одно, то что коврик реально круто и он полностью стоит своих денег. Ребят, и это я говорю не потому, что мне прислали эти девайсы. Я говорю это потому, что я реально так считаю, потому что я им пропользовался больше двух недель. Данный коврик с обратной стороны отлично прорезинен, поэтому у вас скользить он ничего не будет. У вас не будет он мешаться. И самое, что мне нравится, это материал, из которого выполнена лицевая сторона данного коврика. Мышка спокойно по нему гуляет и всё супер. А теперь плавно переходя как раз на мышку, я расскажу о ней. Я в прошлых роликах много раз говорил, что я фанат мышки X7, я дикий фанат этой мышки. И перейти на какую-либо другую мышку для меня это одна большая проблема. Я могу сказать от себя, что я привык к этой мышке буквально в первый день, потому что она идеально лежит в руке, она реально проста в использовании. И это реально та геймерская мышка, которая нужна. На данной мыши есть кнопка, которая регулирует чувствительность. Также помимо этой кнопки мы имеем две дополнительные кнопки под макросы. Я думаю, объяснять не нужно людям, что такое макросы, все прекрасно знают. Иными словами, мышка реально крутая, мне она очень понравилась, она удобно лежит и... Ну я не знаю, я пользуюсь, реально есть наслаждение. Следующая на очереди игровая клавиатура Old School, которая на полной механике. Тут как раз таки будет чуть-чуть критики. Когда мне прислали данную клавиатуру, я не мог понять, что с ней творится. А именно, она у меня отключалась каждые где-то может 5-7 минут и сразу же обратно включалась. То есть штекер был вставлен в компьютер, в USB порт, но тем не менее она периодически у меня отключалась. И я реально грешил сначала на RedSquire, думал мне прислали брак, как так, типа прислали на обзор. У меня даже была мысль то, что я все выскажу, как так, то есть меня облапошили. Но оказалось дело все просто в банальной прошивке. В данный момент RedSquire выкатили нормальную прошивку, поставив которой все проблемы исчезли. И клавиатура работает просто идеально. Стал бы я рекомендовать данную клавиатуру к покупке? Думаю, да, стал бы. Потому что за эти деньги вы получаете реально качественную клавиатуру с полной механикой. И больше всего мне понравилось то, что она у вас реально не будет засоряться. Не будет такого, что вдруг к вам пришел кореш и вы решили перевернуть клавиатуру и полный стол, обеденный стол у вас готов. Такого тут не будет, тут она не засоряется. Для того, чтобы ее почистить, да страшно просто подуть, там негде ей засраться. Иными словами. Кстати, если вы вдруг купили эту клавиатуру, у вас проблема как раз таки с USB отключением. То, что у вас постоянно винда кричит, постоянно соседи ругаются. То смело скачивайте патч и будет вам счастье. Ссылка на патч будет в описании. Я на всякий случай добавлю, вдруг кому-то понадобится. И да, в данный момент я кое-что напечатал на клавиатуре. Попробуйте угадать в комментариях, что же я написал. Всем, кто угадает, с полки пирожок. Ну и напоследок у нас остался самый сок, это держатель под наушники и сами наушники. Начнем с держателя. Данная подставка нужна не только для того, чтобы держать наушники на своем месте, чтобы они у вас не валялись везде, где попало. Помимо этого, чисто эстетически это выглядит очень красиво. Больше всего мне понравилось то, что данная подставка реально может улучшить качество звука на любой стереосистеме. Потому что на борту имеется виртуальная звуковая карта 7.1. А теперь касательно кнопок. Есть кнопка, которая полностью отключает вам звук и кнопка переключения режимов. Ну и само собой есть регулятор громкости. Ну а теперь, что я могу сказать касательно самих наушников. Начнем с динамиков. Динамики здесь реально классные. Благодаря направленным динамикам можно точно определить направление звука и точно узнать расположение противников. Если, допустим, вы играете в кс-очку. У этих наушников могу от себя сказать отличное шумоподавление, потому что у меня есть не совсем нормальные соседи, которые любят с утра пораньше начать сверлить в своем магазине. Но помимо всех плюсов, есть и свои минусы. Коротко говоря, уши начинают потеть. Потеть это все начинает буквально через 2-3 часа использования. Возможно, это проблема во мне, потому что я не совсем привык вообще к наушникам. Я привык играть в динамиках. Да, я тот человек, который слышит врагов из динамиков. Но могу сказать одно, что с наушниками играть реально шик. Итак, что же я могу сказать касательно микрофона, который идет с этими наушниками. В данный момент вы сейчас меня слышите через этот микрофон. Вот та палочка, которая лежит у меня на белом листе. То есть выводы можете сделать сами. Честно признаюсь, я немного был ошарашен, я, короче, офигел. Потому что микрофон у этих наушников записывает звук примерно того же качества, что у меня профессиональный микрофон. Только вдумайтесь, студийный микрофон за 8000 рублей записывает такой же звук, как и обычные геймерские наушники. В момент записи эти наушники у меня были подключены именно вот к этой подставке, где идет виртуальная аудиосистема 7.1. Возможно, это сыграло свою роль. Касательно переключателей, которые находятся на самом проводе от наушника. Плавающая кнопка от ON-COF это переключатель нашего микрофона. Ну и есть, конечно же, регулятор громкости самих наушников. Вот так данные наушники выглядят на самой подставке и все смотрится очень даже цивильно. Итак, я бы хотел подвести общий итог. Когда я списывался с RedSquare, они мне вообще толком ничего не сказали о том, что говорит плохое, хорошее там или еще что-то. Я лично от себя решил приурочить этот выпуск к Новому году, так как покупка таких серьезных девайсов всегда связана с праздниками. Потому что это либо день рождения будет, либо Новый год. И зачастую не у всех родителей есть средства для того, чтобы покупать какие-то крутые навороченные девайсы вне праздников своим детям. Если ты, мой зритель, смотришь меня, я могу тебе порекомендовать купить данный набор своему сыну, там если твоему сыну реально нормально лет. То есть ты знаешь, ребенок не увозюкает, все это в первый же день. Вот касательно цены, это немножко спорный вопрос, стоит ли это все своих денег. Зная, что сейчас вообще продается в магазинах, я могу сказать, что да, стоит. У некоторых девайсов из данного сета есть свои недочеты, но эти недочеты, они меркнут. Реально меркнут на фоне всех плюсов. И опять же, ребят, не относитесь к этому ролику как то, что вот тебе прислали, тебе проплатили, вот ты и говоришь хорошее. Во-первых, я никогда не предлагаю сотрудничество всяким говнокомпаниям, которые реально недостойны просто моего внимания. А во-вторых, даже если мне прислали девайсы на обзор, я никогда не буду ни под кого стелиться. Я буду высказывать сугубо мое личное мнение. И мое мнение такое, я рекомендую данные девайсы. Рекомендую как по отдельности, так и всем сетам. Вот такой, ребят, получился ролик. Я надеюсь, он вам был интересен и познавателен. И еще раз, ребят, я с Новый год еще не наступил, Рождество еще впереди. И, возможно, некоторые не доживут до этого Рождества в переносном смысле. Но все же, ребят, от себя я могу рекомендовать этот сет. Я могу рекомендовать каждое комплектующее по отдельности. Но запомните, проблема с клавиатурой это не брак. Это на это есть патч. Патч вы можете скачать у меня в описании канала. Там ссылки на этот патч даны. У меня кошка тут носится как бешеная. Короче, ссылки на патч есть в описании. Спокойно качайте этот патч. Устанавливайте, если вы купили клавиатуру. И у вас какая-то проблема начинает с этой клавиатурой. Патч все проблемы решает. Я тоже грешил сначала, что это проблема брака. Или еще что-то списывался с RedSquire. И они выкатили патч. Реально годный патч. За это им огромное спасибо. На этом все, ребят. С вами был Бригман. Всем удачи до новых встреч. И пользуйтесь только хорошими девайсами. О которых вы будете узнавать на моем канале. Сказал как человек с завышенным ЧСВ. На нашем с вами канале. Всем удачи до новых встреч. Всем пока.